Всем привет дорогие друзья, с вами Алекс и Механик. Всем привет друзья! Сегодня у нас на тесте просто огромный тепловоз на колесах. Я думаю вы видели такие скрины в нете. Механик тоже видел. Да, просто нереальные скрины. Я думал всегда, что это какой-то фейк. Но так почитали, вроде реально есть такая машина. Да, и вот она появилась здесь. Спинтайрис. Так, мы сейчас едем на заправку, потому что топлива нету и он просто прожорливая тварь. Ты уже уехал что ли? Я потихонечку поехал, я сейчас кажется вниз упаду. Он просто не помещается на эту тропу. Он реально просто громадина. Самое ужасное, что камера настолько как бы неудобна, потому что машина это огромная. Ох ты! Что, жопу тоже сносит, да? Да, нереальный. Но благодаря... Ты главное не спеши. 12? Много, много колес. Я хотел сказать 6. 12 колес и на каждой из них есть пыль. Ой, 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 ой. И ненормально проедешь. Да как нормально, меня сносить начало там. Проедешь. Ты же едешь. Ты сам-то видишь, куда ты поехал? Я говорила, что нормально проедешь. Так я думаю, он не перевернется. Ну, мне так кажется. Ты просто понимаешь, что потом хрен вытащишь эту громадину оттуда. Я даже не буду рисковать. Офигеть, слушай, буксую. Я газую со спуском. Ой, 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 тихо, тихо. Нет! Слушай, ну это нормально. Слушай, а ну говори. Каждый наш выпуск начинается именно с этого. Благо тут прямо в нужную точку можно тебя зацепить тросом. Я тяну. Или ты не принял еще? Я принял. А что-то я ничего не тяну. А, ну еще раз. А походу нету его. Ну-ка попробуй. Нету. Значит в гараж. Может быть надо было в другую точку. Не-не-не. Походу не работает. Знаешь, это стандартная тема. Ну не такая уж и стандартная. Но на некоторых модах да, она не работает. Так, я значит здесь попробую как-нибудь аккуратненько проехать. Зато лучше аккуратно заходи в поворот. Или хотя бы чтобы если заваливаешься, то чтоб на дерево. Потому что получается лебедка тут офигеть, а в гараже зарылся. Включи там полный всякую прочую фигню. Так, включено. Включено, понимаешь? Он именно сам такой вниз ползет. Не, ну это охренительная моща. Прям вот чувствуется. Настоящий тепловоз. Слушай, надо его просто хотя бы заправить, чтобы потом можно было ехать куда угодно. Да, потому что так реально тяжело. Он роет всеми двенадцатью колесами, если так можно сказать. Мне кажется, что у него вес очень большой, потому что он жестко садится на всяких там грязевых участках. Я думаю, что у него вес очень большой. Не любит он кефедивая и ванна, да? Да. Интересно, для чего такое делают? Для чего? Что им возят? Вагоны по асфальту где-то тягают? Что руководствует людьми, которые создают такие машины? Да. Проще дороги нормальные сделать? Нет, это точно не в нашей стране. Слушай, а ты как, ты пошире, да, взял, наверное? Или ты поуже? Нет, я в смысле? Поворот этот вниз поуже или пошире ты взял? Да прям стандартно. Вот как была дорога, я так и поехал. Все, все прошло. Я сейчас, наверное, второй раз завалюсь, да? Не заваливайся, нормально будет все. Слушай, я застрял. Я тебе и говорю, что он зарывается сразу, он слишком тяжелый, наверное. Я думаю, что именно много мощности, именно вот из-за того, что там этот паровозный движок, много-много крутящего момента, он просто сразу проворачивает колеса. Я, короче, без газа просто качусь, так и видно, как грязь продавливается, я очень боюсь ехать вниз. Да, очень круто, кстати, выглядит это. Я боюсь просто перевернуться на нем. Его так кренет, он получается очень высокий, у него парусность очень большая. За счет этого его очень просто уложить на бок. Это меня больше всего пугает. Что, он реально застрял? Да, и без дифа он едет лучше, чем с дифом. Так, а что у нас куда? Нам просто наверх подняться по дороге. Вон дорога правее, чем я. Господи. А дерева нету, да, вообще ничего? Да есть, но я попробую сейчас зацепить, я не знаю даже, не пробую. Просто вдруг она не включится? Нет, работает. Вот, отлично, хотя бы для самого себя работает. Оу, я заехал на пенек колесом, блин. Нифига. Слушай, а тут тоже что-то так тяжело проезжает. По реке? Да. Не, по реке нормально, на удивление нормально прошел. Он огромный просто, и поэтому он как бы не может утонуть физически. У него задние колеса еще не съехали, а передние уже заехали. Я, кстати, сейчас уже тоже зарылся. Блин, я нажал пересесть. Нет, слушай, здесь жестко. Здесь реально жестко, и буквально... А самое плохо, что дальше некуда, понимаешь? Нету деревьев. За те дальние я не могу зацепиться. Черт. Даже мне тянуться. Причем из-за меня, получается, тоже не можешь, да? Да, из-за тебя, получается, тоже не могу. Ну, может быть, знаешь, за стандартные эти... Как сказать, отверстия. Может быть, за них будет нормально. Так, ну я прополз. Я не понимаю, где я именно застрял. О, как на подъем пошел. Как полетел, офигеть. Слушай, на подъем просто валит нереально. Механик, ну я тебя не вытащу, так что прости. Лебедка-то не работает. Да я уж понял. Сейчас попробую назад, наверное. Так, я уже на заправке. Вот это да. Я сейчас попробую вытянуть себя назад точно. Может, его что-то уперся? Может быть. Не видно же нифига. Так, а заправить топливо? А, я знаю, что надо сделать. Надо воспользоваться читерским методом. И прицепиться задом. Ну. Задом вперед. Слушай, вот я не могу понять, а почему нельзя заправить запчасти? Вроде бы заправка есть, а заправить цистерну, ну, которая из запчастей. Нельзя? Нет, не заправлять не хочет. Может, я что-то не так делаю, но под отказ не хочет. Я выкорочевал пенек. Да, но. Ты когда-нибудь выкорочевал пеньки? Нет. Он просто сейчас вылез. Кроме реальной жизни. А, вот оно. Друзья, напишите в комментариях, кто видел, что пенек просто его выкорочевало. Просто вылетел из-под колес. Кстати, ты видел, что в салоне видны элементы движка какие-то? Нет. Посмотри, что я тут намутил сейчас с заправкой. А, вот оно. Что, опять сломал? Да нет, там сдалека просто не приближается. Я не мог понять, что я там наклацал. Я залил в этот цистерну себе. Ох, я понял, стекла такие светятся немножко, там пару сантиметров от поезда. Плюс 5000 литров я залил. Так, куда мы едем по карте? Давай посмотрим. Можно по этой же дорожке проехать, да? Там озерцо какое-то есть. Да мне кажется, ему вообще ничего, никаких преград не будет. Он, в принципе, везде едет. Не, ну как бы грязь ему серьезная преграда. Ну, в грязи он застревает из-за мощности и из-за веса. Ну вот, это нам и стоит проверить. Ну, хорошо, хорошо. Это отличный вызов будет для него. Не, ну реально, вот прикольно, на нем медленно, когда едешь, да, так смотришь по сторонам, как он проходит в сетевые вешивания его, да? Именно подвеска у него красиво работает очень. И надо отметить, что мы еще колеса заменили на нем. Там были изначально более узкие колеса. Я думаю, с теми колесами было бы не так эпично, а тут здоровенные колеса. Но урон получает очень быстро. От малейших же. Влаги его много, понимаешь, 7 тысяч запаса. Ну, в принципе, да. И, кстати, коптит тоже реально как паровоз какой-то. Ну, точнее, тепловоз. Паровоз, говорю. Дрова в топку кидают, и он едет. Вот почему нужна такая машина, понял теперь ты? Потому что можно без бензина ездить. Ну, что, нормально, неплохо. На дровах. Закинул дров и все, поехал. А если что, вот как раз вот лесок, да, там? Конечно, вышел, нарубил и поехал дальше. Офигеть, слушай, тяжело уже. Что, подсослял? Гребет, да. Плохо, что я тоже, считай, остановился и сейчас. У меня тупо роет, именно зарывается. Не, у меня здесь еще нормально пока. Все, я встал. Тянись. Куда-нибудь сюда, сейчас поближе буду. Я пока попробую рассмотреть. О, надо попробовать найти камеру. Вот она. Слушай, поставь камеру, из кабины есть камера, друзья. Ставим лайки за такую камеру. Офигеть, только она со стороны немножко. Не, у меня прямо именно из кабины очень круто. Не, из кабины, я имею в виду, что не от водителя. Ну, по идее, как бы от водителя, от водила не там стоит. А что он рулем творит, видел, да? Такой, типа, руль приделан. Слушай, ну кабина огромная просто. Как там переключить камеру? А, все. Ты выехал, да? А я и не застревал там, где ты застрял. Так, подожди, стоп, надо... Ручничок, хотел сказать, пауза. Вот ты зря здесь встал, я же сейчас завязан. Надо было чуть дальше отъехать. Да нормально. Я сейчас как водила автобуса просто подъезжаю ближе и ближе. Как в пробке, сзади они поджимают. А все начинают сигналить, типа, такие, блин, куда ты поджимаешь? Нормально, слушай, вообще прикольная. Изначально на картинке, вот в этой, как она называется, в студии, в воркшопе, выглядит не очень. Но в игре прям замечательная штуковина. Это точно. Всем рекомендую попробовать. Да, ребят, все, кто спрашивает, откуда мы качаем воркшоп Steam. Игра тоже оттуда же скачана за деньги. Поэтому... Да, качайте, качайте игру за деньги. Ох, повалил, как аж дрова вылетает из-под колес. Сейчас где-то перевернусь. В топке вылетает дрова из-под колес. Слушай, понимаешь, тут весь лес вырубили, чтобы нас заправить. Именно. Поэтому ты никак не мог на заправке там заправиться. Они не могли понять, чем тебя заправлять. То ли солярой, то ли дровами. Или водкой. Но это именно разработка, знаешь, ради разработки. Слушай, помнишь, на этой карте есть подъем куда-то наверх? Где мы с тобой очень долго пытались заехать на то ли Уралах, то ли Кразах. Мы буксовали. На этой же карте... Я вот здесь забуксовал уже, вот в луже просто. Он где-то вот ниже, где район заправки. Если честно, я не помню. Ну, тогда просто едем, а там найдем. Да, просто сейчас едем и испытываем, насколько это возможно. В луже, да, такие брызги летят? Вот я сейчас прямо специально в лужу съехал и... Буксую. Не понял, а что он забуксовал на ровном месте? Я в лужу заехал и забуксовал. Так у меня без лужи буксует. А ну, а в лужу как? Я не вижу разницы между дифом и не дифом. Я вот вижу так, что он по луже меньше буксует, чем просто по земле. Не спрашивай, почему. Потому что гладиолус. Да. Это просто безжалостно и беспощадно. Смотри, а ты проехал, да, спокойно, а я с тобой буксую. А я, видишь, сбоку объехал. Посмотри, у тебя все включено. Все включено. Я могу даже включить, выключить. Все включено. Один фиг не едет. О, все, я засел. Мне хотя бы до лужи добраться, там, я думаю, схватит. Все, слушай, засел. Сейчас с раскачки. Давай, 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 давай. Короче, понял, газ полностью, чтобы колеса остановились из данного газа, Мяш, он тогда прорывает. Я вот сейчас немного назад. Вот эта вот тактика на никаких машинах работает. В жизни бы тоже работала так же, да? Слушай, ну, у него дорожный просвет. А, стоп, это он, а, он уже сам едет. Я думал, это эмуляция. Это дорожный просвет просто космический какой-то. А самое главное, не видно приводов. То есть колеса как бы, силы и мысли как будто крутятся. Что, у меня еще прикал, это то, что у нас, в принципе, то резину мы поставили широкую. Должно лучше по грязи ехать, да? Получается так, что... Если бы мы ехали на узкой, было бы, наверное, еще хуже. Ну да, наверное, он просто вообще бы взорвался сразу и все. Здесь надо именно вообще широченную шоу. Или гусеницы здесь нужны. Кстати, гусеничной техники тут еще нет. Было бы круто. Я бы с удовольствием поездил на чем-нибудь гусеничном. Просто ради испытаний. Конечно. О, покер. А, в натуре, вот сейчас я увидел через стекло движок. Ну, в принципе, он так и выглядит. В настоящем поезде. Ты ходил по этому, по локомотиву, нет? Нет. Там движки, блин, на, короче, на пол этой херовины, они огромные. Как у паровоза? Не, паровоз я не ходил, не смотрел. Вот именно в этой хреновине я ходил. Это что, тепловоз, типа, да? Да, тепловоз. Хотя хрен его знает, тепловоз, ну, он на дизеле работает. Так понятно, что на дизеле я угорал насчет дрофта. Хер учет. Ну, привычка, тепловоз, паровоз. Ну, как-то да. Это как в Американтрак, там, или Евротрак, это Бенц. Ну, типа того. Давай, я тебя толкаю. Давай, давай, давай. Тут ветка просто. Ветка мешает. В ветку уперся я. Сейчас я возьму лебедочку еще и некуда не подтянусь. Ты, главное, в ветку это объедь, и все, и будет нормально. Сейчас я объеду, и дальше, я думаю, полегче пойдет. Нифига, лебедка, тебе нож дерева чуть ли не падает. Сейчас главное заехать в воду. Слушай, а мы можем, знаешь, что попробовать? Вот видишь, из воды есть, как бы, выезд такой в горку, вот сюда по песку. Можем попробовать, осилит он или нет. Не знаю, на поводе пошел офигенно. Очень приятно едет по воде, но вот я хочу проверить его вот здесь. Нет, он не осилит ее. Сто процентов не осилит. Сейчас, остановился. И мордой врезался, потому что морда длинная. Да? Да, да, черт возьми. Уперся мордой. Хотя, вот здесь, в принципе, показано, что просвет-то есть дорожный. Не, не мордой уперся, он просто не едет. Буксую именно. Блин, сейчас по воде, кстати, тоже тяжело пошел. А если немножечко разгона взять? Ага. Не хочет. Офигеть, как прет. Грязь. И, да, врези начинает уже снова зарываться. Не, не знаю, не могу я преодолеть этот въезд. Ты вдалеке там только светишься, там что-то. А я вообще тебя не вижу, а ты где? Да здесь я, здесь я. Слушай, красивейший закат, просто наблюдаю. Просто потрясающий закат. И поезд на фоне заката, романтика. Вообще. И одинокий водила там сидит. Романтика машиниста. О, точку можно разведать. Скораздорога сюда ведет. Я знал, что ты не просто так туда едешь. Слушай, я засел. Все. Это все. Это конец. Где ты засел? Поезд засел в воде. Поезд приехал, да? Да. Что, в воде засел? А ты газ этот отпустил и нажал? Да, я делаю, делаю так, но... А вот, сейчас, сейчас пошел. А я тут наверх куда-то поехал. Я не знаю, какая-то дорога выкатана непонятная. Сомнительного качества. Я надеюсь, я набок не завалюсь, но еду по ней вверх. Главное, набок не завались, а я еду по воде. Тут камни вниз катятся. Решил найти себе приключение на пятую точку и еду по воде. Да говори нормально, на задницу. Так, а где тут у нас свет-то включается? Свет, кстати, прикольный здесь. Ну, такой нормальный, кстати. Блин, на подъем не ползет. Я понял, сейчас тоже газ клацаю. Но реально здесь эта тема работает. Понял, когда вот по чуть-чуть клацаешь газ, то есть колеса медленно крутятся, и он вылазит из грязи. Все, я засел. Вот теперь капитально. Причем вообще на ровном месте. Это обидно, блин. Просто на ровном месте засел. Что, вообще не едет никуда? Ну, в воде. Глубоко, да? Ну, чуть-чуть глубже, чем до этого было, и все. И он перестал тянуть. Сейчас лебедочкой себя подтяну к дереву. Тут такой офигенный спуск. Если с него сигануть, будет просто... Эпично? Да. Как думаешь? Это сигани. Мне кажется, после этого мне хана будет. Ну, я думаю, что мы уже, в принципе, достаточно протестировали машину и сможем закончить. Тогда, наверное, смотри на карту. Чтобы видно было, как я еду. Смотришь? Нет, я даже не вижу где-то. Ага, все, вижу. Увидел? Поехали. Быстро едешь. По-моему, все отлично. Ох, ни хера. Это что такое было? Ты перевернулся-то, да? Да. Я во что-то врезался. Что-то очень твердо было. Он аж на передние колеса встал. Это, по-любому, пенек или камень, или лежащая ветка, как это обычно бывает. Знаешь, там ничего нет. Я просто в землю врезался. Он от испуга просто на бок лег. Это же поезд. Прикинулся мертвым, да? Реально, мостов-то нету, только вот тяги и все. Только рычаги есть и все. Охренеть. Обидно. Это был отличный финал нашей серии. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, не забывайте оставлять комментарии. Чем больше лайков, комментариев, тем раньше выходят новые серии. Их будет больше. Тестов других модов. Подписывайтесь. С вами был Алекс, Механик. И всем пока-пока. Всем пока.